Судьбу лице имени Лебедева сегодня обсуждали и депутаты Госсовета Республики. Вопрос о будущем лице они адресовали представителям власти. По мнению министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова, было принято оптимальное решение. Сегодня у народных избранников началась последняя в этом парламентском сезоне сессия. Она стала рекордной по числу вопросов в повестке дня. Депутатам предстоит принять 30 законов и 6 постановлений. О некоторых из них моя коллега Ольга Григорьева. Сегодня в Госсовете время собирать камни. Депутаты оценили свою законотворческую работу и вклад в экономику Республики в виде инвестпроектов. Некоторые из них осуществляли непосредственно народные избранники. Вспомнили успехи социальной сферы, строительства детсадов и спортивных объектов. Нарезали задачи на будущее себе и представителям власти. Стадионы, фоки, ледовые катки не должны пустовать. Открытие новых современных объектов сельскохозяйственного назначения способствует привлечению рабочих кадров на село. Работа в этих направлениях должна быть еще более результативной. После выступления спикера Госсовета депутата приступили к привычной работе законотворчества. В повестке дня изменения в 72-ю и 74-ю статьи Чувашской Конституции. Предлагается расширить полномочия главы региона, его право назначать и освобождать от должности уполномоченного по правам предпринимателей. Еще одно дополнение запрещает высшим должностным лицам иметь счета за рубежом, хранить деньги и ценности в иностранных банках. Все за. Но депутаты все-таки захотели порассуждать на эту тему. Сегодня в депутатском корпусе на освобожденной основе и в Совете Федерации, и в Госдуме, и у нас с вами, и чиновники, тем людям, которым будет запрещаться бизнес, может быть не свой, а через семьи, близких людей, они будут сегодня вынуждены выдавливаться с этих структур. Рано или поздно, пускай не сейчас, не сегодня, а лет через пять, у нас появится чиновнищая среда, которая практически будет от практики владения за рубежом, работой за рубежом, отдалена. Аналогичная ситуация будет с депутатским корпусом. Это вторая сторона медали, которую тоже надо задуматься и иметь в виду. Возможно, а я думаю, лет через пять мы пойдем к обратному решению этого вопроса. Все депутаты выступили за поправки и перешли к обсуждению бюджета. Поэтому вопросу единодушия уже не случилось. Бюджет увеличивается на 4 с лишним миллиарда рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и фонда содействия реформирования ЖКХ, в связи с чем нужно вносить изменения в соответствующий закон. На что в первую очередь потратить средства. Вокруг этого решения ломается немало копий и всегда идут острая дискуссия. Согласно документу, значительные средства предусмотрены для АПК. 1 миллиард 151,4 миллиона рублей. В том числе на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 649,6 миллионов рублей. Оказание несвязанной поддержки в области растеневодства 144,3 миллиона рублей. Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса, птицы и яиц в связи с удорожением приобретения кормов 100,7 миллионов рублей. Компенсацию части затрат по страхованию урожая сельхозкультур 60 миллионов рублей и ряд других направлений. Деньги выделяются, но их не хватает, комментирует депутат Никифоров. Хозяйство на грани выживания, постоянные головные боли, то по поводу засухи, страшнее которой ВТО, то из-за боязни утонуть в кредитах. Депутат от партии власти, конечно, за бюджет, но и за более существенную финансовую подушку. Пока же наряду с АПК деньги прописаны под жилищное строительство, капремонт многоквартирных домов и переселение из аварийного жилья, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, здравоохранение. Бюджет сохраняет социальную направленность. Депутаты интересовались дальнейшей судьбой нового города, за чей счет будут тянуть коммуникации. Спрашивали о транспортной развязке в районе Лапсар. Есть ли на это деньги? Средства на проектирование продолжения развязки в бюджете не заложены. Проекты на сегодняшний день еще не доработаны, полного проекта нет. И одновременно через федеральные средства, через федеральное дорожное агентство ведется проектирование обхода города Чебоксара с южной стороны. И, соответственно, проектные решения будут увязываться именно с этим обходом. После длительного обсуждения поправки в бюджет приняты большинством голосов. Ольга Григорьевна, Андрей Шоклев, Республика.